Теизм Это то, что возникло после 30-летней войны Люди не могли вместить в себя, каким образом Бог соотносится со всеми ужасами, которые были во время войны Люди, которые имели большие переживания в своей жизни, в катастрофу попали Болезнь смертельная обнаружилась у них Если это христиане, они справляются с этим Но это трудно им, потому что это требует пересмотреть отношения с Богом Пересмотреть свой взгляд на Него Понимаете, да? Вот что-то в этом роде произошло И получилось, что Бог далеко Люди тут убивают друг друга, беснуются, подстерегают тайные убийства, обман и предательство друзей И всё, это всё, значит, люди делают А где Бог при этом? А Он где-то далеко Значит, деизм – это вера в далёкого Бога Люди не могли отказаться от Бога сразу Они признавали, что Он творец, Он всё сотворил Он есть, Он существует Но Он не вмешивается в дела людей Он далеко от людей Это вот характеристика этой веры, деизм Отсюда уже один шаг до отрицания этого Бога, до атеизма Понятно, да? Вот атеизм – это А, это отрицание, да? Атеизм – это вера христианская в вездесущего Бога, который присутствует в нашей жизни Ну так вот Значит, в 48-м году, в 1648 году был установлен мир Это Вестфалия, Вестфальский мир И этот мир обозначил конец протестантской реформации Реформация проходила на фоне непрестанной борьбы Французского короля и короля Испании Карла V Я уже упоминала об этом, да? И на фоне этой войны проходила реформация И это спасло протестантизм Помните, мы говорили, в короли там у них своя борьба шла Но это спасло протестантизм Это помогло протестантам Войны были не случайны Они выражали национальные надежды Испания была страна, которая первенствовала в Европе В итоге этих войн она потеряла первенство в Европе И место уступила Франции Первой страной в Европе, главной страной в Европе Станет Франция Тут еще большую роль сыграет кардинал Ришелье Ведь эту войну 30-летнюю кончит кардинал Ришелье Каким образом? Он католик, и Франция католическая страна Но Ришелье прежде всего политик Он понял, что вся такая ситуация Что можно, и так ослаблена Германия Что можно очень поживиться за ее счет Можно часть ее земель прихватить себе Или захваченные земли не отдавать потом И он поспешил и работал на заключение мира Мир заключится, а земля уже его Поняли, да? Поэтому Ришелье очень активно трудился Чтобы был мирный договор фестфальский Ну и округлил свои земли И Франция стала страной номер один Германия ослаблена Других таких соперников тут на материке нету Испания ослаблена Ясно, да? И Франция будет на долгие годы первой страной Законодательница и идей, и мод, и философии, и всего И на Францию будут обращены взоры И России в том числе Русские аристократы будут учить только французский язык Высшие классы будут говорить по-французски Низшие классы по-русски Разделение И Россия будет ориентироваться на политические и философские труды Франции И это принесет нам очень много беды Потому что Франция, она будет все более безбожной становиться В ней будет устанавливаться Определяется эпоха просвещения И гуманизм Если человек велик И от человека все зависит И именно человек Этот фест фактор Был решающим в этой войне Тридцатилетней Отчего родился протестантин То значит Человек может переделывать вообще Жизнь, перестраивать Идея революции возникнет после этой войны Слышите? То есть Идея величия человека Приведет к мысли о том Что он может перестраивать и устройство Он может производить революции Идея революции родилась После Тридцатилетней войны В недрах Франции Которая была как победитель Которая была самая большая страна в то время Ну, в общем, много таких причин было Почему именно Франция стала лидирующей Но факт тот, что именно во Франции возник деизм Именно во Франции возникло просвещение Именно первая революция произошла Во Франции В 1793 году Именно Франция скинула монархию Казнила царей Подняла руку на царей Тоже немыслимое дело Царей убивали раньше Из-под тяжка убивали Правящих там В Риме, например, мы знаем Как одного кесаря убили Как другого убили Но вот чтобы это была общественная казнь Чтобы весь народ при этом присутствовал Чтобы весь народ в этом участвовал Это было только единственное во Франции Казнь монархов Ну Да, да, гаврош Есть роман Гюго Называется «1993 год» Так вот Эта революция окажет огромное влияние На Россию Даст ей такую идею революции Она будет вызревать у нас тоже Понимаете как? То есть мы пойдем по французскому пути А мы с вами будем изучать И увидим Что была Была альтернатива Английский путь Когда Весли покроет Своими группами изучения Библии Англию И в Англии не будет революции В Англии тоже назревала революция Ее не будет Потому что все будут изучать Божье слово Представляете как? И уже только после В общем вот Очень поздно мы будем думать об этом А так мы ориентировались на Францию Коммунияки не по тому пути пошли Ну и не по тому пути пошли, да Вот Это так я вам Кстати говорю Что Россия будет ориентироваться на Францию На ее философию Наша императрица будет переписываться с Альтером Вы знаете об этом Екатерина Переписывалась с Альтером И у нас Очень модны были философы Французские Эпохи просвещения Так вот Фестфальский мир Это начало новой эры Она получила название Новое время Вот это мы изучаем Новое время Значит Звезды такие Что лютеране Кальвинисты Католики Получили равное признание То есть было признано Что они имеют Равные права В богослужении Хотите такую церковь Хотите другую И куда хотите Ходите Вот А год Значит Во время войны Все время Земли переходили То одной стране То другой стране И какие границы Считать нормальными Если считать нормальными Год заключения мира 1648 То получится Что Германии Просто вообще не останется Поэтому приняли За нормальный год Год 1524 год Это 1624 год Стали считать нормальным То есть каждое государство Должно было вернуться В эти границы 1924 года Понятно, да? Не те, которые были В конце войны Ну, почему была такая Эта война В итоге Можно посмотреть Ну, во-первых Были силы лютерана Разрозненные Силы лютеран Были разрозненные Мысли самого лютера Были противоречивы Вы знаете Что его богословие Превосходило Его фактическое Вот устройство Церкви Мы все почувствовали Что он приблизился Понятию крещения Но оставил Где-то крещенство Помните, мы говорили Об этом Он не хотел Слишком далеко Отходить от католичества И вот эта Противоречивость лютера Она мешала Сполочению Сил во время войны Ну, если Где-то правы католики Где-то не правы То есть нету Ну, такой решительности Он не хотел Слишком далеко Отходить от католичества Его последователи Придерживались Разных точек зрения И Лангстон Был очень склонен К компромиссам И богословские споры Они Во все время Существовала Реформация Были богословские споры Так Кальвина В то время Не признал никто Потому что Кальвин Не шел ни на какие Компромиссы Кальвин был Совершенно Бескомпромиссный Вот это вот То, что я Ощутила Когда читала Исповедание Веры Вестминстерское Исповедание Кальвинистское Очень четкое Очень ясное Ты можешь Не соглашаться Но ты ясно Понимаешь Что он говорит Где его позиция Огромную роль В подготовке Этой войны Сыграл кто Какие люди Были коварные И хитрые Изуиты Они обладали Прекрасной Организацией И людскими Резервами Было очень много Людей Которыми Они владели В итоге Выиграла Больше всех Франция А Германия Была разорена Больше всех Лидеры Германии Убиты Юг Европы Остался католическим Север Европы Стал протестантским Но Значит Папа Не хотел Обращать внимание На этот Фестфальский мир И продолжал Катализировать мир Через дипломатические Каналы Оказывать влияние Поэтому В Германии И в Швейцарии Были и протестантские И католические Церкви И до сих пор Так Это есть Самый главный Результат В умах людей На первый план Вышли Не религиозные Мысли Как во время Реформации А политические Началась эпоха Вот это Посвящение Рационализма Вы понимаете Рационализм Это попытка Определить связь Человеческого Разума С божественным Откровением Особенно В спорных Моментах Значит Наука Которая начала В это время Развиваться Она Была Экспериментальная Наука Это вообще Эксперимент Научная Истина Должна быть Доказана Экспериментально Это значит Что если Химик Какую-то Истину Открывает То он Приносит Допустим Два вещества Соединяются И получается Вот то-то и то-то Так это Сделаете вы Или сделает Андрей Или сделает Таня А будет Один тот же Результат Это Вот это Называется Истина Научная То есть Если это 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 Так вот Сделать То получают Все одинаковые Результат Эксперимент Ну и Эти взгляды Были Принесены На религию То что Нельзя доказать То не Истина Но То что Нам Бог говорит В Библии Это слово Бога Откровенное Откровение Это не Эксперимент А это Его Слово Это Его Воля Оно Определяет Жизнь Историю Будущее Как написано Так оно Все будет Так вот Попытка Доказать Что христианское Учение Можно Продемонстрировать Как математику Привела К тому Что В мире Не осталось Места Для откровения Значит Первый удар По вере Это первый удар Куда направлен был На Откровение Вы понимаете ли Даже Сказано в Библии Бога не видел Никто Никогда Но Вот Сын Единородный Сын Божий Он явил Вот это Явить Слово Открыл Откровение Бог открывал Себя Через пророков Открыл Себя В Сыне И ты Если Бог Сам себя Не откроет Ты ничего Не можешь Познать О нем Он Открывает Себя А если Откровение Нельзя Явить Разуму То значит Нельзя В него Верить Это и было Просвещение Это годы Просвещения Эпоха Просвещения Это Когда мир Был заключен 1648 И до начала Французской революции Французская революция Тоже перевернет Все И будет опять Следующая эпоха Понятно Да Значит Годы этой эпохи Мы изучать будем Сейчас 1648 1793 Французская революция Началась эта эпоха 1793 Да Просвещения Просвещения Революция Значит В Германии Был великий Философ Этого времени Кант Вот он Во многом Эту эпоху Определил Он был Великий Гениальный Философ Он Значит Объясняя Чем Управляется Вселенная Он сказал Что он Вел понятие Практический Разум Нравственную Мысль Что в Человеке Есть Природная Нравственная Мысль И она Фактически Правит Вселенной И он Назвал Эту Вот Мысль В человеке Нравственную Мысль Он дал Философское Название Категорический Императив Когда Человек Чувствует Что он Должен Поступить Так Это В нем Действует Императив Это Повелительная Форма Все знают Да Императив В языке Изучаем Повелительная Форма Все знают Это слово Категорически 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 Требует Так поступить Вы знаете Что это все Дело Очень хитрое Кант Считал Что в каждом Человеке Есть Нравственный Импульс Но Мы Прекрасно Знаем Что когда Нету Бога То у тебя И категорического Императива Нету У тебя Все позволено Что хочешь Делаешь Понимаете Как То есть Люди Еще Оставались С верой В Бога Отрицая Его Рассудком Понимаете Поэтому Но не говорили Что где-то есть Это внутри Заводный Категорический Императив Однако Кант Признавал Он Будучи честным Он сказал Есть Вещи Которые Мы Не можем Познать Экспериментально Он Эти вещи Назвал Вещь В себе Закрытая Ее нельзя Познать Ее нельзя Продемонстрировать То есть Это Фактически Открывает Путь Для признания Откровения Что есть В мире Непознаваемые Вещи Но Он Не Принял Откровения А Кант Оказал Разрушительное Влияние На Лютеранство Разрушительное Влияние Потому что Его Логика Была Такая По логике Безупречна Что Да Человек Поступает Нравственно Потому что В нем Есть Категорический Императив Хорошо А кто Его Положил Туда Но Во всяком Случа Идея Была Что Человек Мера Всех Вещей Человек Это Главное И В самом Человеке Заключено Заключено Нравственное Начало Слушайте Ведь Вы Все Кто пастор Кто Учитель Это надо Очень четко Понимать Что Это Открывает Путь Когда Начинается Развеличивается Человек То Это Путь Лжи Совершенно Открывается Путь Лжи Если В человеке От природы Вложено В него Что-то Такое Что Его Может Удержать На Правильном Пути Если Было Такое Было То Человек Был Бы Как Бог Ему Бог Не Нужен Вы Понимаете То И Оно Что Человек Не Может Павел Откровенно Гит Доброго Не Нахожу В себе То Есть Сила Которая Противоборствует Всему Доброму А Кант Утверждал Что Есть Сила Которая Налаживает Все Доброе Ясно Да И Вот Получилось Что Лютеранство Разорилось От Этого Лютеране Не Нашли Внутри Своей Веры Не Нашли Чем Противостоять А Кальвинистов Это Не Тронуло Именно Библейская Критика Критицизм В отношении Христианской Догматики Да Вы знаете Что Есть Такое Понятие Библейская Критика Да И Первые Возбудили Ее Не Какие-то Безбожники А протестанты Сами Протестанты Именно Протестанты Боролись С Суевериями И на протестанты Первые Образования Значит Вот Академия Кальвина Это первое Образовательное Учреждение Именно Протестанты Боролись С Иррациональными Элементами В народной Среде Именно Протестанты Доказывали Разумность Христианской Веры Вот Переводы Библии Повели К литературной И исторической Критике Писания Ведь Если ты Переводишь И Новое Ножное Слово Находишь То Значит Разум Может Судить Христианскую Веру Может Удалять Из нее Все Суеверное Иррациональное И разум Таким образом Встал Над Откровением Такой Интересный Результат Получается Хочешь Делать Доброе Прилежит Мне Злое Критика Библии Она Возникла Из Фактического Такого Что Разум Поставлен Над Откровением Стремление Все Объяснить Все Как-то Рационально В Библии Объяснить И вот Какие философы Еще были В то время Декарт Лебниц Спиноза Это все Философы Которые утверждали Что мир Можно познать Разумом И только Разумом Ученые Ученые Ничего Не Принимали На основании Авторитета И это Было Неизбежно Это Было Правильно В средние Века Никакого Эксперимента Не было Было Какое-то Утверждение И оно Признавалось Правильным И Никакие Эксперименты Не могли Сдвинуть С места Вот Ну Вы знаете Что такое Индукция Дедукция Да Вот Была В средние Века Только Дедукция Какое-то Положение Из него Следствия Вытекают А индукция Наоборот Я Смотрю Это Факт Так Происходит Так Происходит Так Я Делаю Вывод Общий Да Да Этот Метод Бэкона Бэкона В 1620 Году Джон Лок Он Утверждал Что Разум Человека Разум Ребенка Это Чистая Доска На Котором Потом Записывают Учителя Свои Учения То есть Чистая Доска Это Как Мы Оцениваем Мы Признаем Что Генетически Каждый Человек Грешен И Поэтому Никакой Там Чистой Доски Нет Там Уже Очень Испорченная Доска Что Игорь Я Грушел С Тому Времени От Наслажды Разума Он Да 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 Вот Декарт Это Философ Который Сказал Я Сомневаюсь Значит Я Существую То То Он Все Подвергал Сомнению Он Он Считал Что Никак Нельзя Познавать Бога Иначе Чем Разумом И он Сказал Есть Естественные Законы Природные Законы Надо Жить По Природным Законам Это Декарт Значит Лог Это Чистая Доска Декарт Это Сомнение Во Все И Что Есть Какие-то Естественные Законы Вы Знаете Что Они Признавали Бога Никто Из них Не Был Безбожником Как Атеисты Но Бог Был Далеко Он Создал Мир Создал Законы Надо Жить По Законам Все Вы Понимаете Что Я Когда Изучала Вот Этих Философов Я Такую Теплоту Чувствовала В общем К Библии Потому Что Она Говорит Что И око Мое Над Тобою Да И Там Всем Показывается Близость Бога К Свету Он Сотворил Сердца Всех И Он Участвует Он Интересуется Всеми Делами Этого Сердца Вникает Во все Делами Бог Вникает В дела Нашего Сердца Которые Он Сотворил Это Такая Несповедимая Близость Всевышнего К людям А у них Бог Залеко У них Он Ушел Из Сердца И Не Участвует В этой Жизни То есть Что Молиться Существу Которая Все Создала И Обитает И Внимание На Тебя Не Обращает И Не Участвует В твоей Жизни Вот Так Закладывались Основания Природной Религии Или Религии Деизма Это Природная Религия Есть Естественные Законы Надо Спас Были Открытия Коперника Галилея Ньютона Знакомство С нехристианскими Религиями Очень Соблазнительное Это Все В 18 Век Эпоха Разума 17 18 Вот Ну Так Что Именно Здесь Когда Человек Сам Всем Управляет И Все Определяет Родилась Вера В прогресс Вера В прогресс Это Вера Что Все К лучшему Все Выше Все Лучше Сегодня У нас Так А завтра Будем Сделаем Лучше Вера В прогресс Слово Прогресс Понятно Да Развитие Что Мир Развивается И Развивается К лучшему И к высшему Знаете Что Это Вера В прогресс Знаете Когда Разрушится На Мелкой Кусочке Рассыпется Выше Выше Больше Лучше Богат Капитализм Развитие Тут Будет Когда Будет Первая Мировая Война Когда Будут Газовые Атаки Когда Будет Безумная Жестокость Нерациональность Совершенное Поведение Поведение Люди Будут Вести Себе Как Безумные Животные Понимаете Как И потом За ней Следом Вторая Идет С этими Опытами Медицинскими Над людьми И с этими Концлогерями Причем Нацией Которая Была Самая Развитая Самая Интеллектуальная Разобьется Идея Прогресса Нету Ничего Выше И лучше А все Хаос Превращается Все В хаос Вы понимаете Бог Поругаем Не бывает Это Вавилонская Башня Была Человек Сооружал Философию Прогресса Улучшения Всемогущества Человеческого Что захотим То и сделаем Захотели Построим Захотели Исследовать Исследуем Открыли Какие-то Взгляды Будем жить Соответственно Им Вы понимаете И вот Это Все В кусочки Разлетелось Вот О прогрессе Уже Как-то Мы И не говорим О прогрессе Вот В основу жизни Была положена Наука Самоверенность Дерзновение Понятие Модернизации Экономических Успехов Преодоление Отсталости Но Исключена Была цель Цель Нравственные Задачи Исчезли Господином Жизни Если Не Бог И не Церковь То Господином Жизни Стало Государство Государство Стало Верховным Потому что Государство Выражает Волю Народа Впоследствии Это Приведет К Освенциму Хиросиме И Булагу Большое Дело Начинается С малого Пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч Человек Поддержите Наш проект Молитвой И финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти на сайте ТВ-семинари ТОЧКА Ком Значит Вера Была Вытеснена На обочину Жизни Вера Стала Частным Делом И нас любят Повторять Это повторяют Из этой эпохи Это частное Дело Это личное Дело Ничего себе Частное Дело Когда у тебя Миллионы Детей Брошенных На улицу Уже Несчастные Поколения Погибшие Армию Не есть Кого Набирать Все Либо больные Либо они Колотые Либо они Косит от армии Косит от армии Это Это еще Так Это другое Дело Тебя Не набрать Работников Нет Стариков Некому Кормить Будет Потому что Нет работающих Вы понимаете Популяция Населения Исчезает Получается Геноцид Собственного Государства Ведь Эти вещи Они все Сразу Не видны На поверхности Это нужно Размышлять Чтобы Видеть Эти причины Поэтому Мы очень Важную Тему Сейчас С вами Рассматриваем Как Это Зарождалось Это Зарождалось В эпоху Просвещения Когда Был Возвеличен Человек Когда Человек Возвеличен Это Гибель Для него Совершенная Это Потом Приведет Гибели И Народа Если Вера Частное Дело Личности Оставалось Только Один Шаг До Признания Верующего Сначала Вера Это Дело Частное Хотя Как видите Не частное От него Зависит Вообще Все Государство А Следующий Шаг Признать Что Верующий Это Вообще Человек Опасный Его Надо Уничтожать И Преследовать Понимаете Потому Что Он Не Открыт Для Веры В Человечество И Человеческое Всемогущество Верующие Не Думают Так Вы знаете Когда Есть у нас Книга Четыре Томика Надо Прочитать Обязательно Это Наш Брат Грачев Юрий Сергеевич Грачев Он 18 лет В заключении Провел В этом Как раз Благе Попал туда 18-летним Юношей И Очень много Размышляет Выродовая Бест Лежит Или Прочитал Игорь Прочитай Все Это Чистая Душа Чудесного Верующего Человека Вред Этой Машиной Его Убеждают Для Вас Нет Места Он Говорит Но Ведь Верующие Это Люди Которые Самые Лучшие Люди Которые Работники Которые Там А Ему Говорят Вы Не Нужны Нам Для Вас Нет Места В Нашей Жизни Потому Вы Не Идете Туда Куда Все Идут Вот В Этого Направления А Вы Каком То Своем То И Вы Не Идете Под Тот Же Барабан Ему Бог Сказал Что Он С Богом Котмолился И Бог Ним Положил На Сердце Проповедовать Сыльным Заключенным Да Он Собственно Пошел В эти Тюрьмы Началось С того Что Он Прочитал Что Посетили Меня Я Был В темнице И посетили. И он говорит, я должен посетить. Как он после этого убрали, а он там сонаряк. Да. Это очень сильное произведение. Подруга, когда прочитала, она говорит, я больше после этого ничего не могу читать. Потому что это такая жизнь, такая чистота, высота, глубина жизни и такой трагизм этой жизни. Ну вот, понимаете ли, это я говорю всё наше время. Но там закладывалось всё это. Все эти взгляды, что вера это дело частное, хотя на самом деле вера, она держит всю жизнь, всё устройство жизни. Человек свободный от опёки Бога и церкви, он стал важнее Бога. А когда человек важнее Бога, он становится животным. Он фактически не звёл себя на уровень животных. Вот понимаете, как поразительно. Вы помните, что случилось Новоходоносором, который сказал в этом притче, в этом смысл большой. Когда человек себя возвеличит и выше воздух ставит, он не сводит себя фактически на уровень животных. Ну вот. Ну и вы знаете, что 18 век, это век французской революции, но это век также и американской революции. Америка, она восторженно следила за Францией и очень многие идеи Франции она приняла в своём устройстве, в Конституции. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.